В Сибирском федеральном округе разработали единый каталог строиматериалов и несколько типовых проектов зданий. Сегодня в экспоцентре представители власти и строительного бизнеса обсудили реализацию национального проекта «Доступное жилье». Мой коллега Сергей Толмачев разбирался в новеллах законодательства и оценивал новые материалы. Самым распространенным материалом по-прежнему остается традиционный кирпич. Но, например, для малоэтажного строительства уже во всю используют вот такие блоки. Их делают из глины и опилок. В одном блоке примерно 11 обычных кирпичей. Строить проще, но не легче. Рез, который я сейчас держу в руках, 19 килограммов. На этой выставке много современных технологий. Краска, которая имитирует камень и не подвержена внешним воздействиям. Подземная парковка, которая полностью скрывает машину. Окна с тепловыми излучателями. Светильники, в которых используют природные материалы, например, из болота. Технологии с какими-то живыми элементами. То есть используется мох, растения, которые встраиваются внутрь светильника. И все это гармонично выглядит и работает. Мох уже засохнет. Нет, стабилизированный мох не засохнет у нас. В ближайшие годы строителям нужно решать сложные задачи. Только ввод нового жилья должен вырасти в полтора раза. Строительство – значимая часть многих нацпроектов. Например, демографического. Только в 2019 году нам предстоит построить 14 детских садов общей мощностью где-то 2200 мест. За 2020-2021 год построить еще более 40 детских садов мощностью более 5000 мест. И в каждом из этих проектов где-то примерно треть – это места для ясельного возраста. Для того, чтобы выполнить эти задачи, нужно в том числе и скорректировать правила и нормы. Так, максимальный срок получения экспертизы сейчас 90 дней. До этого нельзя начинать даже рыть котлован. А чтобы вместе с микрорайоном застройщики возводили поликлиники и школы, в российском правительстве для них ввели новые льготы. Такие застройщики будут освобождены от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость. Это дополнительный ресурс, который нам с вами необходимо задействовать. Я попрошу органы власти совместно с застройщиками проработать вопросы их участия в строительстве социально значимых объектов и комплексном развитии территории с учетом этих мер поддержки. В правительство уже направили проект изменений в закон номер 44, который регламентирует привлечение подрядчиков. По новым правилам с них будет более жесткий спрос. А в аюре вступит в силу закон номер 214. Тогда строительные фирмы смогут продавать только готовые квартиры. Обманутых дольщиков точно станет меньше. Сергей Толмачев, Борис Гладких, Новости ОТС.